Добрый день! Меня зовут Вячеслав Александрович. Я заведующий кафедрой лингвистики Института гуманитарных и прикладных наук Московского государственного лингвистического университета. Цель моего выступления рассказать вам о некоторых особенностях обучения иностранным языкам в нашем институте. Кафедра лингвистики и профессиональной коммуникации в области гуманитарных и прикладных наук занимает особое место в структуре института. По сути дела мы являемся общей институтской кафедрой, поскольку мои коллеги обучают иностранным языкам студентов всех имеющихся у нас направлений. На кафедре в настоящее время работает три доктора филологических наук, 11 кандидатов филологических наук, пять преподавателей готовятся к защите своих диссертационных работ. Важность знаний иностранных языков в наше время ни у кого не вызывает сомнений. Тем более, если речь идет о подготовке бакалавров, магистров. Вспомним, как было раньше в советское время и как иногда происходит даже сегодня. Любое общение наших специалистов с коллегами из-за рубежа практически никогда не обходилось без помощи переводчика. Многие солидные организации имели у себя бюро перевода. Это при том, что вузы обучали студентов-нелингвистов иностранному языку в среднем полтора-два года. Кстати, в целом ряде неязыковых вузов по неязыковым специальностям подобная непродолжительная практика обучения иностранным языкам существует до сих пор. Как шло обучение? В основном студентам предлагалось зазубривать длинные списки терминов на иностранном языке. Этим, как правило, изучение иностранного языка и ограничивалось. И уже к третьему-четвертому курсам студенты забывали все, что учили до этого. В нынешних условиях, в условиях глобализации, расширения межгосударственных контактов, в том числе интернационализации рынка образовательных услуг, пришло понимание того, что знание иностранных языков, важное само по себе, должно иметь прикладной характер, то есть помогать осваивать выбранную специальность. Не секрет, что многие материалы по тем или иным направлениям знаний публикуются на иностранных языках. И чем больше иностранных языков вы знаете, тем шире будет ваш кругозор выбираемой специальности. Как все время подчеркивал австрийский философ Людвиг Витгенштейн, границы моего языка являются границами моего мира. Многое познается в сравнении. Наш институт уникален. В чем его уникальность? Студенты, психологи, культурологи, документоведы, студенты психолого-педагогического направления, гостиничного дела, теологи изучают не один, а два и более иностранных языков. И не полтора-два года, а в течение всего периода обучения в институте, то есть 4 года. При этом используются самые современные коммуникативные методы обучения иностранному языку. Мы выпускаем таких бакалавров, а далее магистров, которым в процессе профессионального общения не нужны переводчики. Всего лишь один пример. Наши студенты, участвуя в работе различных студенческих научных кружков института, уже на втором курсе выступают с презентациями результатов своих исследований на иностранном языке. Когда они выходят из стен университета после получения диплома бакалавра или магистра, они находятся на пике своей языковой профессиональной формы. И у них не возникает проблем с трудоустройством. Тем более, что к ним будущие работодатели начинают присматриваться уже с третьего и даже со второго курса. Эффективность освоения программ обеспечивается за счет того, что студенты обучаются в малых группах до 12 человек. Языковые группы организованы с учетом направления подготовки. Методика преподавания основана на сочетании традиционных и современных методовых форм обучения. Преподавание ведется в том числе по учебным пособиям, разработанным в нашем университете специально для обучения студентов профессионально ориентированному иностранному языку. Важным дополнительным элементом в структуре обучения иностранным языкам в институте является практикум по профессиональной коммуникации по двум иностранным языкам. Это четырехлетние программы профессиональной переподготовки. Они параллельны освоению основных программ по иностранным языкам. Студенты таким образом получают два диплома. Диплом бакалавра и диплом с присвоением квалификации психолога или культуролога или документоведа и так далее со знанием двух иностранных языков. Наши работодатели уже знают о подобной системе языковой подготовки в нашем университете и при приеме на работу, как правило, отдают предпочтение тем выпускникам, которые имеют два этих диплома, поскольку это стопроцентная гарантия профессионального владения иностранными языками. Какие иностранные языки изучают наши студенты? Это европейские и восточные языки. Среди европейских английский, обязательно для всех учащихся, немецкий, французский, испанский, итальянский, числе восточных языков, китайский, японский, арабский, иврит, корейский. Я уверен, что если вы выберете наш институт, то вы об этом никогда не пожалеете. Спасибо. 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 Спасибо.